есть в аудитории программисты или будущее отлично на самом деле для меня первый раз когда я читаю лекцию на общую аудиторию обычно я читаю профессиональные лекции вот так что для меня такой первый опыт ну начнем с того какие бывают программисты они бывают очень разные такие или вот такие настоящая фотография с сбора сообщества rails girls девушки которые делают приложение на руган рейлз о чем пойдет речь сегодня но для начала о том как мы оказались здесь в этой самой точке 28 мая как мы к этому пришли поговорим о том что в нашей жизни изменили компьютеры за последнее время какие какие вообще бывают программы где они работают чем они отличаются но и последний такой немного философской метафизический вопрос зачем мы здесь начнем немного с истории это считается первым персональным компьютером 75 год когда люди делают фотографии они обычно спрашивают где монитор клавиатура но у этого компьютера не было монитора и клавиатуры он общался с людьми при помощи вот этого ряда лампочек и переключателей это вот так можно было только с ним взаимодействовать но уже через год появился apple 1 эта фотография которая сделал в прошлом году в калифорнии там есть музей компьютерной истории там выставлены все эти экспонаты и и более древние экспонаты и более современные в общем очень интересный музей тут даже есть автограф инженера которого сделал наверняка вы знаете про стива джобса еще был стив возник вот стив возник как инженер сделал компьютеры это его автограф но это сказать было такой гаражной сборкой не настоящий массовый компьютер но опять же всего лишь через год после него появился первый массовый который выглядит примерно так как мы все привыкли их видеть по крайней мере с монитором клавиатурой и через какое-то время восемьдесят первом году появился объем писи еще называли совместимый объем пися совместима потому что отличие от apple по и белым были открытые стандарты очень много компаний стали делать компьютеры по этим стандартам и благодаря этому компьютеры стали поистине массовыми но рассказ будет неполным без упоминания вот это вот замечательного устройства это macintosh это первый компьютер у которого появилась мышь ну серийный скажем так и у него был графический интерфейс я в том что когда вышел айбемовский компьютер восемь первом году с ним работали при помощи команд то есть нужно было помнить нужно было быть продвинутым пользователем вот этот компьютер он позволил более современным образом взаимодействовать как мы привыкли там мышкой и значки нажимать вот и на самом деле только через год в 85 году вышла первая версия windows и выглядела она на тот момент но не очень здорово что же происходило вот следующие 20 лет есть какие-нибудь догадки и что происходило ну да windows развивался в 25 году появился вот такой более-менее современный а еще да на самом деле точно на самом деле прогресс шоу и в один из важных моментов это появление интернета на самом деле примерно в эти года его массовое отстранение но компьютеры как как они были восемьдесят четвертом году на со времен макинтош они практически не менялись наши мониторы стали плоскими появились ноутбуки вот но принципиально ничего не менялась до вот того момента как появился iphone он ну так получилось он стал супер популярным а вот и потом появился ipad вот и на самом деле это первое устройство которое серьезно поменяла то как мы люди взаимодействуем с с ними с машинами соответственно очень много всего поменялось плане программирования но перед тем как мы перейдем к просмотрению программ я хочу сказать пару слов о том какую революцию на самом деле совершили компьютеры в нашей жизни ну во первых то что касается текстов до компьютера популярный инструмент среди писателей других людей кто-нибудь знает кто изображен на этой фотографии точно это удивительно это стивен кинг известный американский писатель который был один из первых пропагандистов персональных компьютеров использования их для того чтобы писать текст но не только тексты аудио вот это фотография студии звукозаписи там 70-х годов это чтобы записать альбом нужно было приходить студию где работает много людей куча техников которые разбираются как куда пульт который сделан на заказ устроен как он работает сейчас ну в общем то можно записывать альбомы дома благодаря компьютерам и развитие технологий конечно же много всего другого поменялось и видео и кино и научные расчеты теперь стало делать гораздо проще и даже появился может моделировать многие расчеты но не расчета вместо того чтобы проводить дорогостоящие эксперименты можно их смоделировать на компьютере во многих случаях это работает во многих отраслях также благодаря компьютерам изменились коммуникации появилась сотовая связь ну и я думаю что индустрия развлечения тоже поменялось достаточно очевидно но понятно что все это происходило благодаря в том числе программистам вот и есть такой известный программист и предприниматель джойс польский он в свое время предложил такую классификацию всего программного обеспечения всех программ 5 миров и в основном поговорим дальше о массовом обеспечении обеспечении то что еще можно назвать ширпотребом профессиональном это то что используют люди на работе либо в научной работе поговорим немного про электронику то что работает на во рту всяких устройств стиральные машинки вот две две области которых мы практически не коснемся этой игры ну я решил что компьютерные игры всем понятно я могу сказать что они технически очень интересны несмотря на что кажется что это ну развлечение да ничего серьезного на самом деле игры компьютерные игры они всегда были на переднем крае технологии потому что они пытались выжать максимум из того железа которое было доступно тот момент и они сформировали вокруг себя там целую индустрию отдельные приставки консоли то что сейчас называется вот и есть еще один такой маленький мир это те программы которые программисты пишут для себя чтобы выполнить свою работу то есть ну для нас понятно вот есть инструмент молоток мы можем работать а программисты они такие люди которые могут делать свои молотки массовая программа с печеньем какие-нибудь примеры программ но фотошоп скорее профессиональный офис я думаю что офис вполне можно назвать обычным массовым программа с печеньем потому что мы используем его не только в офисе офис архиваторы да да все так и есть я вот еще для примеров приведу яндекс почту ну или другую почту и дальше поговорю про то какие технологии собственно используется программа исторические программы были просто вот под компьютер то есть под windows например в 90-х в начале нулевых стала происходить такая штука появились веб-приложения и буквально с появлением айфона очень большое отстранение приобрели мобильные приложения ну обычные приложения чем они хороши во первых они доступны мы кликнули на ярлык и оно сразу запустилось готово к работе они очень отзывчивы то есть они мгновенно реагируют на все наши действия отвечают нам что-то все данные с которыми вы работаете они хранятся на вашем компьютере ну то есть вы более менее представляете что они никуда не денутся но у них есть минусы они требуют обновления особенно это было кошмарно на windows тогда непонятно когда что-то обновится что будет происходить дальше они зависимы от платформы это означает что ну бывает windows а бывает macintosh mac или linux и программы они как правило не работают везде сразу либо под windows либо под mac вот ну и третий недостаток который вытекает из достоинства то что данные хранятся локальные и они могут потеряться если что-то случится с компьютерами дай бог веб-приложения которые появились и в общем-то это основные факторы благодаря которым они получили такое широкое обстранение они мгновенно могут обновляться даже независимо от вашего желания и часто незаметно для вас каждый день может выходить новая версия яндекс почты вы ничего не заметите они работают везде то есть мы можем открыть браузер на маке и там будет точно такая же яндекс почта как на windows данные хранятся где-то там на серверах но вы можете на любом комитете открыть яндекс почты и вы увидите все свои письма но у них есть некоторые недостатки они не всегда доступны если нет интернета это некоторая проблема сейчас эта проблема так или иначе решается для некоторых приложений например гугловский офис который работает в браузере он уже способен многие вещи делать даже если у вас нет интернета они не такие отзывчивые потому что часто когда вы куда-то нажимаете запрос идет на сервер и он может долго не возвращаться вот ну и такой еще недостаток данные теперь не у вас они хранятся где-то у компании ну вам придется вам приходится доверять компании что произошло с появлением мобильных приложений ну на самом деле мобильные приложения больше похожи на традиционные а не на веб они в общем то были сделаны по тем же методам и они обладают практически теми же преимуществами и недостатками но они не просто доступны они мобильные они всегда у вас под рукой в кармане они не просто отзывчивы они пытаются предугадать что вы делаете потому что если вы с телефоном на ходу что-то пытаетесь делать вам хочется чтобы он догадался как-нибудь или на голосовую команду среагировал это уже вполне реальность данные как бы у вас уже вот непосредственно на этом устройстве если программа написано хорошо то она не будет задумываться лезть в интернет за ними и у них есть те же самые недостатки основное наверное это то что есть разные телефоны там на андроиде на айс видос фон вот и данные могут потеряться есть одна но я бы не сказал что это недостаток для вас это вряд ли недостаток это большой недостаток для программистов которые пишут эти программы мобильность подразумевает что телефон садится поэтому очень важно чтобы программы экономили аккумулятор как можно меньше энергии потребляли и ну все таки согласитесь телефон достаточно миниатюрен а мы хотим чтобы он заменил нам компьютер который гораздо больше из-за этой миниатюрности тоже есть проблемы потому что там стоят не такие мощные процессоры там не так много памяти программистов приходится учитывать но для обычных людей это скорее преимущество потому что это самый персональный компьютер сейчас который всегда с нами самое персональное устройство вот следующее это корпоративное обеспечение оно зачастую выглядит не так красиво как массовое но в нем часто ничего не понятно но примеры у всех разные такие тоже более менее популярные 1с там на самом деле они все строятся по тем же технологиям которые мы так что разобрали то что важно о них сказать это то что как правило они требуют настройки наладки не просто так скачал и все заработало часто вокруг этого даже есть целая армия специализированные программисты 1с которые могут настраивать доделывать что-то особенности компании где-то используется ну и так же это корпоративное обеспечение вокруг себя породило целую область с тренингами с техподдержкой короче все стало очень сложно вот третий мир встроенная программа включения это то которая работает на разных устройствах которые ну они зачастую автономны в качестве примеров вот фотоаппарат квадрокоптер там вот не поместился немножко автомобиль и обычно мы ожидаем что эти программы реального времени то есть мы хотим нажать на кнопку и получить снимок мы не хотим чтобы мы нажали на кнопку а фотоаппарат задумался ушел в себя и непонятно когда сделал снимок они зачастую автономны хотя бывает не всегда так там старальные машинки в розетку включены а какие-нибудь мобильные устройства вот часы например часы вполне автономные и тоже нужно беспокоиться о том чтобы батарейку не сожрало вот эти часы работают 7 дней если повезет иногда 5 обычно очень ограниченные ресурсы ну да часы еще меньше телефона это понятно цена ошибки может быть высокая в таком программно-испечении потому что если это медицинское оборудование например то ошибка там может стоить даже человеческой жизни и такие случаи были к сожалению вот ну и из-за всех этих особенностей это сложно в производстве потому что ну достаточно просто написать программу нужно продать устройство если у нас есть компьютеры для них есть программы то как бы это проще потому что у нас уже есть на чем выполнять эти программы а в случае встроенного обеспечения не бывает так что отдельно программа отдельно компьютер хотя вот что-то меняется мобильные приложения например хороший пример таких программ которые в общем-то и встроенные и у вас уже есть устройство для них дальше мы поговорим немножко подробнее про интересное современное явление как самоуправляемые машины компания google уже несколько лет занимается этой проблематикой они вот пытаются научить автомобиль ездить без водителя и по исследованиям Морган Стэнли вот к 2025 году нас прямо ждут эти автомобили повсюду вокруг но они уже катаются по дорогам Невады и Калифорнии вполне себе без водителей вот это то как видит мир этот автомобиль внизу обычная картинка дороги на большом экране всякие прямоугольники автомобиль умеет определять другие транспортные средства на дороге он может распознавать пешехода вот красная как раз пешеход еще желтым он помечает велосипедистов но в этом примере нету и он соответственно ну как бы представляет в нем заложена программа как реагировать на каждый тип препятствия ну или штуки которая движется рядом с ним вот и есть такая проблема известная достаточно назовем ее проблемой трамвая заключается она в том что появился какой-то отцепившийся вагон и он несется и хочет попытаться сбить пятерых и у вас есть выбор вы стоите рядом с ручкой которая переключает стрелки выбор один из двух вариантов либо вы не вмешиваетесь и тогда трамвай сбивает пятерых либо вы вмешиваетесь и тогда он сбивает всего одного человека я представляю что в аудитории произошло разделение потому что это не простой выбор прямо скажем представьте как каково автомобилю потому что он понимает всю дорожную ситуацию он видит что машина проехала на красный свет она несется в эту машину там сидит пять человек и что делать а рядом есть машина там один человек сидит и машина не может остановиться мгновенно нужно принимать какое-то решение и нам как бы вот нам людям и нам в части программистам нужно научить автомобиле как-то решать такие проблемы вот а еще есть такая теория что у нас наступит технологическая сингулярность ну вообще технологическая сингулярность это некая точка в которой технологии начнут развиваться так быстро что никто не сможет уследить за тем как это происходит кто-то связывает это с появлением искусственного интеллекта настоящего кто-то с тем временем когда машина научится воспроизводить сами себя но так или иначе вот есть разные прогнозы и хотя Рейнон Курц он более он более пессимистичен в 2012 году он стал работать в компании Google как раз директором по искусственному интеллекту так что он возможно приблизит нас к тому во что он верит в заключение доклада обычно приводит список литературы я решил перевести вам список фильмов ну думаю литературы вы и сами найдете вот да все фильмы кроме первого документальные первый фильм художественный но несмотря на это он он хороший он как раз про первую часть доклада про то как развивались компании Apple Microsoft про историю персональных компьютеров и он такой хоть и не документальный но достаточно точно отражает то что происходило вот второй фильм про интернет про то что сегодня не было но это тоже очень интересное явление про стартапы про микромен это фильм про развитие персональных компьютеров в Европе и почему у них там не очень хорошо с этим получилось вот что есть в Ростове на самом деле в Ростове много всего есть на около программистскую тематику интернета стартапов там такое все во-первых есть сообщество IT которое периодически проводит встречи для профессионалов ну программистов по разным темам они свободны там не нужны какие членские взносы карточки и так далее можно приходить слушать самое главное на этих встречах предусмотрено общение живое с людьми которые туда приходят с лекторами в том числе вот у нас есть южный IT парк в котором также проходят разные события публичные если вам интересна тема IT и стартапов то вот это может быть вариантом на этом все спасибо за внимание я готов ответить на ваши вопросы какому миру относят операционные системы? хороший вопрос к какому миру относятся операционные системы? ну подозреваю что все таки к массовому нет хотя ну понимаете, любая классификация она не учитывает все моменты операционные системы относятся к системному программным включению а вот программу которую мы рассмотрим к прикладному ну вот это такие дебри, я думаю, что если бы я про них рассказывал, вы бы давно уснули да я нет, возможно я немного подслушал а чем конкретно занимаетесь? А, хороший вопрос. На самом деле отсюда и название доклада. Я программист, занимаюсь этим очень давно и так получилось, что практически во всех областях, которые я показал. То есть от программ под Windows, Mac, даже немножко Linux до веб-сайтов, мобильных приложений, даже немножко устройства для управления производственным процессом на заводе. Так что машины не программировал. Очень хочется. Просто программист? Ну да, как еще назвать? Ну программист, предприниматель. В моем случае, там какие-то информации, там написание обложений. В мое время не было, ну, простой, по крайней мере, такой специализации. Это был просто мехмат. Нас учили в математике. Да. Миктор, а для чего вы пишете? Ну, в данный момент я больше всего пишу на Objective-C. Это iPhone на iPad. И немножко веб-сайты на Ruby on Rails. Так всегда было интересно, в какой момент каждый из вас решает, какой из специализований. Потому что много пиктоновских программистов среди знакомых. Да, это очень сложно. И зачастую все-таки программисты к какому-то одному языку тяготеют. Это, на мой взгляд, частая и правильная позиция. Потому что, ну, карьерный рост. Вот недавно Java исполнилось 20 лет. Представляете, если бы я был Java-специалистом с 20-летним опытом. Я бы, наверное, был на распад. Вот. Но мне было всегда интересно пробовать разные вещи, там, разные технологии. Поэтому я вот с Java только 3 года работал. Есть вопрос. Я окончила психологический факультет. И мне хотелось бы больше узнать, где я программирую Ванитову. С чего может начать чайник Восток? Без математических талантов. Какой язык лучше выбрать? Может быть, вот это и есть какие-то варианты? Хороший вопрос. Что, как можно начать программировать человеку, который далек от математики программирования? Ну, на самом деле, сложный вопрос. В IT-парке появляют, ну, по-моему, то ли анонсировали, то ли будут анонсированы курсы. Вот. Но я пока не знаю, не видел эту же программу, честно говоря. Мне кажется, что проще всего с веб-программирования начинать, потому что, на самом деле, у вас уже все есть на компьютере для этого. Есть книжки, статьи в интернете, сайты с видеоуроками. Проходила. То есть это самое простое, да, для начала? Мне кажется, что да, потому что для всех остальных случаев вам нужны какие-нибудь специальные программы, а для веб-приложений просто браузер, который у вас уже есть, там, Chrome, Internet Explorer, не знаю, и какой-нибудь текстовый редактор. CSS, HTML, JavaScript? Ну, это как бы CSS, HTML, JavaScript. Можно начать с HTML, а потом чуть-чуть CSS, а программирование пойдет в JavaScript. Спасибо. Ну, это весело. Я желаю вам удачи. Да. Да. А, как я отношусь к теме искусственного интеллекта? Ну, как я отношусь к теме искусственного интеллекта? Ну, я, наверное, как и многие, побаиваюсь. Там, мало ли, что в машину начнут воспроизводить. Ну, так или иначе, глупо игнорировать. В частности, вот появление технологической сингулярности обещает нам решить проблемы экологии, потому что искусственный интеллект будет управлять тем, как там заводы свои выбросы оптимизируют и тому подобные вещи. Не, ну, да, есть теория о том, что искусственный интеллект может спасти человечество, потому что он решит наши проблемы. И тут важно, как мы его создадим. То есть, останемся ли мы или нет. Может, и мы, и без нас будет хорошо. Но, к сожалению, это не моя специализация. Я работал в университете, но я занимался другими немножко вещами. Вот, искусственный интеллект, к сожалению, не мой профиль. Да. Да, я хотела бы передать вопрос, что большое распространение получили все оптимизированные теории. И это подобные тексты именно под поисковики на руку, на руку, на руку. Скажите, а как Вы думаете, будет ли специальное обучение людей для написания, или только будет относиться по книгам, как и чего? Вы имеете в виду написание таких текстов? Ну да, именно вот такая, ну, в России, написание этих текстов, это какие-то вопросы? Вопрос про... Вопрос про написание текстов, оптимизированных для поисковиков. Ну, я могу сказать, что это было очень актуально в нулевых. Сейчас грозятся, что поисковики будут каким-то другим образом решать, какая информация нам интереснее. Возможно, на основе того, какие сайты мы посещаем, что мы лайкаем в соцсетях. На самом деле, сложный вопрос. Я знаю, что есть курсы, есть учебники по тому, как писать SEO-оптимизированные тексты. Я не знаю, насколько это хорошо будет работать в самое ближайшее время, потому что на прошлой неделе, по-моему, Яндекс грозился поменять там результаты разжигрования или что-то такое. Я, честно говоря, не очень в курсе. Но я думаю, что если Вам этим интересно заниматься, почему бы нет? Я не думаю, что это произойдет мгновенно. Все равно социальные сети социальными сетями, у Гугла, например, в своей социальной сети. У них есть Google+, но он не очень популярен. Есть Facebook, который не очень занимается поиском. Трудно сказать. Скорее всего, это будет еще актуально какое-то время. Так все быстро меняется. Еще вопросы? Все? Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok